приветствую друзья сейчас у меня пока ожидания девочек мы пойдем на рынок хотела записать этот эфирчик потому что вопрос подлетел уже не первый раз про мигрень у меня как раз были мигрени с которыми я жила практически всю жизнь самого детства у меня была прям не знаю там мигрень два-три раза в неделю я утром всегда просыпалась с головной болью потом она потихонечку проходила но бывали дни когда на сутки я прям застревала и с возрастом все дальше и дальше последние года у меня мигрень было вот два-три дня я лежу не могу встать это просто тазик рядом стоит и меня все время рвет рвать нечем я не могу ни пить ни есть не встать в туалет я просто вот от любого шума от любого малейшего звука мне голова разлеталась на мелкие кусочки также от света если там хоть какой-то лучик света проникал в комнату все у меня также прям мигрень особенно с аурой это когда твою голову втискивают в тиски какие-то и пытаются и раздавить это невозможная боль она очень сильно отличается от головной боли вот мигрени это прям врачи до сих пор не могут понять откуда возникает мигрени за всю свою жизнь в разных странах мира я проходила различные как это сказать обследование анализы делали всякие присоски голове томограммы мрт чего только я не не проходила никто не мог мне дать причину естественно первое что вы всегда говорили там врачи и люди которые слышали про мою мигрень что проблема там шеи или еще что-то не было мне проблем не с шеей не с какими-то еще то есть все было в порядке всегда и я эту тему исследовала всю жизнь с этими мигренями что делать к слову два года у меня нет мигрени уже третий год пошел так всегда там два-три дня лежу день нормально и опять два-три дня лежу и практически больше половину жизни я просто проспала проспала и сны были настолько больниче и это было просто невозможно по психосоматике мигрени это значит очень большие ожидания завышенные на жизнь это высокое самомнение это когда мы придумали в голове свою собственную картину мира как мир должен быть мы все хотим этот мир перестроить под себя мы не принимаем этот мир как есть не соглашаемся нам все время нужно пытаться этот мир переделать переделать людей все не так все не эдак это люди с завышенным не то что там самомнением прям эго впереди и вот так вот это и все про меня вот пока я не стала с этим копаться разбираться и проработки мои с моим эгом с переделкой мира с подстраиванием под мир или там принятием это мира этого мира все все вот эти вот мои работы над собой они меня привели к тому что я узнала о том что наша еда влияет абсолютно на любое наше самочувствие на любые наши болезни в том числе и на мигрень и я начала вести дневник боли его вы можете вести не только с мигренью но и с какими-то другими вашими проявлениями болезней чтобы понять что вы такое едите помимо проработки психосоматики да надо еще рассмотреть нашу еду что делаем значит берем тетрадку и каждый день записываем всю вашу еду что вы ели вместе с составом даже самые маленькие перекусы например я съела одну конфету и напишите ее состав вы месяц два три будете писать каждый день этот дневник боли и обязательно отмечать время когда у вас там что-то заболело или была аллергия какая-то реакция болит животом желудок или там вы начинаете чихать или болеть неважно что очень классно поможет вам этот дневник боли и вам нужно будет зафиксировать месяца через три посмотреть когда у вас начиналась там мигрень или головная боль или аллергия или боли в животе неважно что вы ели за сутки и за двое то есть за один два дня что вы ели вам это нужно будет все выписать то есть например за эти три месяца у меня десять раз была мигрень выписать всю еду за два дня первый и второй что вы ели и найти общий продукт который вы употребляли за все это время обязательно будет общий продукт у меня это был сахар как только я убрала сахар все моя жизнь изменилась вот я рассказываю свое у каждого может быть совершенно свой продукт может быть на мясо с антибиотиками у вас такая реакция организма мы свой организм до конца не знаем как что работает но методом вот этим идеально обнаружить те химические процессы которые нам не нужны да и убрать их я убрала сахар и у меня сахар и заменяется там медом либо выжимка из косточек винограда не употребляя никаких химических заменителей сахара естественно от этого мигрень тоже у меня была два года я вот третий пошел забыла что такое мигрень забыла что такое похмелье от этого сахара каждое утро я забыла о том что у меня там все время звон в ушах с детства нету такого всего тишина ляпота красота я просыпаюсь хорошим настроением обычно утро для меня это было самое ужасное время просто попадаться мне утром это нельзя я как волк гав-гав-гав прибить готова была за любую оплошность каждого кто попадается мне на пути мы с мамой так ругались каждое утро это был пипец она тоже злая просыпалась потому что она еще выпивала алкоголь у нее было похмелье эфир наверное про алкоголь смотрели как у меня мама пила это вообще и сейчас мама не пьет и я не ем сахар брожение сахара это алкоголь у вас у вас на утро просто похмелье и поэтому болит голова кто-то убирает мясо кто-то убирает только курицу кто-то убирает только говядину допустим кто-то перестает есть только свинину у всех все по-разному я не буду говорить конкретные вещи что опять там не крутили у виска у вас свой продукт у кого-то реакция может быть на что угодно я перед тем как иду в магазин я покупаю в основном фрукты и овощи там чтобы выращивать семена микрозельни чтобы выращивать семена я не покупаю никакие продукты где какой-то химический состав потому что например если я поем химическую шоколадку у меня просто по всему телу такая аллергия организм сразу начинает это чистить и не просто не воспринимает вы можете избавиться так от всех своих аллергий проблем любых понимаете поэтому читайте психосоматику поработайте с ней и параллельно обратите внимание на то что вы едите вот это такой вот краткий эфирчик я хотела записать девочки которая у меня спросила очередной раз про мигрень вот обязательно сделай себе дневник боли потому что то что ты там не рассказала как ты живешь практически во сне все это время да не жизнь получается какая-то инвалидность и и я так жила я понимаю насколько это плохо невозможно работать невозможно учиться ну у тебя просто пол жизни и нету потому что ты лежишь и не знаешь и думаешь все это время как просто умереть побыстрее у меня только такие мысли были суицидальные потому что это очень больно когда мигрень я даже не могу описать насколько это плохо вот спасибо вам большое надеюсь вы попробуйте сделаете если у вас есть какая-то проблема и выявите свои продукты как на которые у вас такая реакция у организма дневник боли очень помогает подглядела его у пищевой алхимии можно сказать почти три года назад и у них там подписчиков ого-го десятки тысяч и каждый пишет о том как выявил продукты свои и избавился от различных проблем я от мигрени кто-то там боли в желудках кишечники там проблем других болезней вот так что обязательно если вам важно да быть здоровым счастливым радостным постоянно не поленитесь сделайте такую вещь вот ну и если мигрень умерьте свою гордыню начните принимать мир таким какой он есть не пытайтесь перестраивать этот мир наоборот наблюдайте его с радостью с улыбкой и задавайте себе вопрос вот то что я вижу это зачем-то мне нужно что-то мне мир транслирует как то мне это нужно использовать это по-любому мне на пользу я еще пока не знаю как ну как я могу обернуть эту ситуацию на пользу вот что мне транслирует человек не пытаться его переделывать а наоборот он как учитель пришел вам что-то показать из-за вот этих мигреней да я всю жизнь исследовал эту психосоматику поэтому я хорошо в ней разбираюсь и благодаря этой мигрени ну блин я занимаюсь вот этой деятельностью по работе с мышлением и я очень благодарна что у меня в жизни была мигрень и я очень благодарна телу за то что у него такие классные реакции и благодаря всему вот этому блин это же так круто что я познавала себя работала над собой училась наблюдала делала выводы и так далее там подобное то есть мой рост тоже благодаря болезни это и был но рано или поздно надо эту болезнь заканчивать все я уже не согласна болеть я хочу ну чтобы мое тело было здоровым я была счастливой поэтому так если будут какие-то вопросы задавайте под видео как обычно вот есть настроение отвечая нет настроение не отвечая ну рано или поздно все равно я думаю свой вопрос вернее найдете ответ на свой вопрос потому что постоянно какие-то вопросы у меня и видео захожу спонтанно есть время вот сейчас покажу девочек мы сейчас на рынок пойдем покупать там фрукты и овощи и покажу вот решила записать все спонтанно обычно у меня так все давайте вас всех обнимаю целую спасибо что были со мной а